Иисус на троне Иисус на троне Слава Богу И просто мы будем призывать имя Господа Мы будем просить Божьего благословения Чтобы Бог вел нас сегодня Чтобы во всем Знаете, Он был прославлен Мы собираемся Мы приходим в Дом Божий Но важно, чтобы приходя Мы встречались с Ним Чтобы приходя Мы встречались с Ним Чтобы приходя Мы встречались с Ним Он достоин Всей славы Он Господ И Он Царствует Амин Давайте просим свои руки Будем молиться Халлилуйя Халлилуйя Господь Халлилуйя Господь Иисус Халлилуйя Царь Царь Халлилуйя Бог Богов Святый Благодарим Тебя Благодарим Тебя Святой Бог Благодарим Тебя Святой Господь Превозносим имя Твое Благодарим Пре Тобою Господь Господи Божий Спасибо Тебе Мы Любим Тебя Мы нуждаемся в Тебе Господь и Бог Ты сказал Я создам Мою церковь И врата ада Не одолеют ее Я провозглашаю Это слово Над собранием Я провозглашаю Это слово В этом городе Я провозглашаю Это слово В духовном мире Я провозглашаю Это слово Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Во имя Иисуса Я провозглашаю Это слово В духовном мире Иисус Ты Господь И Ты Господствуешь Возвеличиваем Тебя Возвеличиваем Тебя Поклоняем за Тебя сегодня. Благословляем это собрание. Благословляем Твой народ. Благословляем друг друга. Господи Божий, мы благословляем друг друга. Мы благословляем друг друга, Господь. И те, которые Божьи, не смогут прийти сегодня, мы также их благословляем. Если кто имеет болезнь, мы провозглашаем Твое исцеление. Твое исцеление в ранах Иисуса Христа из Назарета мы утверждаем исцеление Божье. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Царь Царей и Бог Богов. Да святится Твое имя. Господь, мы провозглашаем победу в городе. Мы говорим, Иисус, Ты господствуешь вопреки того, что мы видим, того, что происходит. Это просто показывает нам, что мы живем в последнее время. Когда, Господь, когда это время люди просто будут отходить, будут еще больше и больше утопаться в грехах. Но, Господь, Бог Твоя благодать еще будет больше и больше для спасения людей. Мы верим в это. Мы верим в это. Мы верим в это во имя Твое, Господь. Мы верим в это именем Твоим Иисус Христос. Господи Божий, спасибо Тебе. Мы возвеличиваем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою победу. Мы благодарим Тебя, Господи Божий, за Твою победу. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы утверждаем спасение людей в городе. Да, Господь. Пусть люди спасаются. Пусть те, которые, Боже, остыли или отступили, пусть они возвращаются. Пусть те, которые еще не слышали о Тебе Пусть они услышат И пусть благодать Твоя касается сердца людей Мы провозглашаем спасение молодежи Спасение подростков, детей Спасение взрослых Спасение Господа людей Во имя Иисуса Христа Независимо от ранга, от пола Боже, мы провозглашаем спасение И от Божьей, от расовой предназначности Или от происхождения Мы говорим о спасении людей И пусть люди спасаются и находят церковь В которой они будут частью Пусть те, которые отступили Божьей, возвращаются К Тебе прежде всего И находят в себе церковь, где они будут, Боже, находиться и служить Тебе Благословляем имя Твое, Господь Иисус Благословляем Твое имя Спасибо Тебе, Господь Аллилуйя 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 Амин 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 Слава Богу Аллилуйя Иисус Господь Амин Иисус Господь и Он здесь Амин Аллилуйя Если дует зимний ветер Грусть приходит в сердце Ты спасёшь Если зло сдувает свечи И слова калечат Ты спасёшь Он Горь всех высших Глубже морей Он С небес вышлих Любимых Любимых Во мне Он Горь всех высших Глубже морей Он Он С небес вышлих Любимых Во мне Глубже морей 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 Глубже морей, Он с небес вышли, Любимый во мне. Он с небес вышли, Глубже морей, Он с небес вышли, Любимый во мне. Глубже морей, Он с небес вышли, Любимый во мне. Глубже морей, Он с небес вышли, Любимый во мне. К Тебе, Иисус, бегу я, Бегу я к Тебе. К Тебе, Иисус, бегу я, Бегу я к Тебе. К Тебе, Иисус, бегу я, К Тебе. К Тебе, Иисус, бегу я, Бегу я к Тебе. Глубже морей, Он с небес вышли, Любимый во мне. Глубже морей, Он с небес вышли, Любимый во мне. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Господь Иисус, мы возвеличиваем Тебя. Аллилуйя, Сеньор Жизу. Прекрасный, чудесный, любящий. О, Господь, спасибо Тебе, Ты прекрасен. Мы нуждаемся в Тебе, и мы жажем Тебя, Господь. Мы жажем Твоего присутствия среди нас. Это Твой храм. Это Твой дом. Это Твой народ. Это Твой пыль. И мы ожидаем Тебя, Господь. Мы ждем Тебя, Господь, Господь, Господь. Спасибо, Господи, за эту милость. Спасибо, Господи, за эту милость. Которую Ты проявил по отношению к каждому из нас. И эта милость обновляется каждый день. И этот милость, эту грязь, Ты дамся каждый день. И сегодня также. И сегодня также. Эта милость. Эта грязь. Эта милость обновилась для каждого из нас на этой милости. Мы благодарны за эту милость. Мы воздаем Тебе славу и честь. Мы дам тебе благо, Господь, Господь. Аллилуйя, дайте Бог вашу славу Аллилуйя 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Держись Богом, держись Богом всем, как ты можешь, фиброй души, я не знаю чем, когтями, ногтями, всем, что ты можешь. Держись Иисусом Христом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Песня песня песня. Кто это, кто выходит из пустыни, опирающийся на своего возлюбленного? Послушайте, послушайте, мои пустыни, когда я их прохожу, я опираюсь на моего возлюбленного. Я опираюсь в пустыне не на себя, не на знакомых, не на друзей. Я опираюсь из пустыни на моего возлюбленного. Кто это, который выходит из пустыни, опираешься на своего возлюбленного? У меня есть возлюбленный, Иисус Христос. Выходи из пустыни, опираясь на возлюбленного. Выходи из пустыни, опираясь на возлюбленного. Есть возлюбленный, у меня есть возлюбленный. У меня есть этот возлюбленный, у меня есть этот возлюбленный, это Иисус Христос. Или только у меня, я знаю, что он у тебя тоже есть. Аллелуя. Дай Богу славу за себя самого. Слава Богу. Благодаря вас, дорогие братья и сестры. Спасибо за прославление. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо за прославление. Сегодня я буду продолжать эту тему, которую начали в прошлый раз. Я ее не завершал. Я хочу продолжать тему, которую мы начали, что мы начали, что я не закончил. Принципы решения конфликтов внутри церкви. Принципы решения проблем в церкви. Аминь. Аминь. Я говорил, что эта тема, она очень важна. Я сказал, что этот тему очень важен. И оно поможет нам быть сбалансированными верующими людьми. И я говорил о том, что для нас мы понимаем прекрасно, что проблемы, они есть, они были и они будут. Создать такой мир или же такое место, где вообще нет проблем, ты должен быть один только. Ты должен быть только один. И то, если у тебя получится. Потому что комарик придет ночью, он тебе создает проблемы уже. Аминь. И это правда. И это не утопия. Но мы хотим создать, что в церкви должно быть нет проблем. Конечно, не хорошо создавать их специально. Я думаю, что нету никого из нас, который лучше Иисуса Христа. Но вокруг Иисуса Христа, ученики и то, между ними, там были какие-то трени. Они были со Христом. Это не с пастором Прископ, не с пастором каким-то, там, Урд или так далее. Это вот. Они были со Христом. Иисус Христос. И учил постоянно. И то. Потому что это натура человеческая. В нашей натуре, есть вещи, которые должны меняться. Потому что это натура умная, и есть вещи, которые должны меняться. И то, что я говорю, я не буду это повторять. Я просто показал методы, решения конфликтов. Я сказал, что есть два вида конфликтов обычно. Я не буду говорить все, что я говорил. Я просто показывал методы для решения проблемы. И я говорил, что есть два типа этих проблем. Первый, это когда речь идет о ученики, или же, о грехе. Иисус Паказал, методология, в Евангелии, Иисус Паказал, методология, Если он не слушает, то вы не слушаете, и ты понимаешь, что он не хочет. Тогда возьмите два или три свидетели. В этом случае, они не свидетели, потому что они были, они видели. Они свидетели, потому что они смогут быть свидетелем, когда разговор будет. И если нужно, возьмите эти люди, возьмите еще свидетель, возьмите еще и свидетель. Но люди, которые мы зовем, это должны быть люди духовные. То есть, которые не будут рассуждать, потому что это мой друг, мой знакомый, мы с ним работаем вместе, чай пьем вместе, не в этом. Это люди, духовные люди, которые без никакой стороны нейтральной, так скажем. И когда они придут, и написано там, что если он теперь их не послушает, уже не о тебе речь идет, то есть, ты позвали людей, ты изложил твои факты, твои доводы о вашем разговоре, о чем вы говорили. Братья или кто там будет, ну, там, эти люди, сестры, братья, не знаю, пожалуйста, вот такая ситуация. И они искали из того, что они услышали, знают, они также. Теперь именно они спрашивают, узнают, и так далее, и так далее. Теперь они ведут разговор с ним. Это значит, что люди, которые ты называешь, что это были фразы или сёстры, которые будут свидетельствовать, которые слушают, что ты говоришь, что ты говоришь, они будут сейчас говорить с этой человеком, с которой ты говоришь. Если он осознал это… Если он осознал это… Если он осознал это… Он не мог бы его признать. Вы признаете брат или сестры. Слава Богу. Если он упорствует. И эти две, ты ловишь? И эти две люди, они понимают. Не просто потому что они хотят добиться. Они понимают, что, скорее всего, этот человек, ты не прав был. И эти люди, которые являются темы, будут понимать, что, certainement, человек с которым ты был в херел, есть проблемы. Тогда ситуация уже несется на уровне церкви. На уровне всей церкви. На уровне всей церкви. Тогда то, что было возможно тайно, возможно, станет на уровне церкви. Все это будут знать. Он будет на уровне церкви. То есть когда это будет на уровне. И когда это будет на уровне. Возможно, человек опять осознает. Когда церковь говорит, «О, я честно. Я думал только вас двое. Теперь я понимаю. Что это было не было неправы. И так далее, и так далее. И он покажет. Слава Богу. Может быть, на уровне, что человек будет осознать, что я не знаю, потому что вы были двое. Но на уровне, если он был reconвестен, он будет репетать. Цель всего этого. Не чтобы человек, так скажем, загнать или нет. Не в этом цель. Не привести человека. Цель приобрести человека. Потому что когда мы некоторые вещи читаем. Я здесь, как пастор в церкви, я вам говорю одно. Я хочу учитывать вас согласно Писанию. Приходи, открой Библию. Поговорим. Важно. Потому что друзья меняются. Они оставляют. Они уходят все. Библия останется. Писание и Льва Божия останется у тебя вечно. Вы знаете, что люди изменят, что они изменят. Но на пароль, что они изменят. Старайся строить, как Библия говорит. Это то, что я говорю сейчас в церкви. Это церковная дисциплина. Если человек не послушал церкви, то Библия говорит что? Это то, что он может быть как митр. И на Библии, что он может быть как митр. То есть, другие слова, что они не имеют ничего общего с ним, по духовной жизни, не имеют имеют в виду. Аминь. Аминь. Я вам из Библии читаю. И на этом этапе есть разные учения по церквям. Поэтому я говорю, как я делаю, что если такая ситуация есть, и дошли до этого момента, то, что касается жизни церкви, я с этим человеком. Если я его вижу на улице, конечно, я не буду обходить его. Я поздороваюсь. Хотя я знаю церкви, которые по-другому придерживаются, которые прямо даже здоровья с собой никто не будет. Прямо запрещают. Кто-то знает, кто-то знает, кто-то такой церкви. Я вам же не говорю ерес, я вам говорю, как они есть. С тобой вообще запрещают даже разговаривать, даже здороваться. На этом уровне, есть разные учения по отношению к велигии. Но я вам показываю, по отношению к тем, что я знаю, что есть велигия, если вы приехали к этому уровню, то, если человек великий, если ты видишь, не может даже приветствовать. Я очень молодой. Я очень молодой. Но я очень рад, что мне пришлось. Кто это против, что я молодой? Есть кто-то, кто знает, что я молодой? Я смотрю, как ты так. Я молодой. Я смотрю, как вы не думали. Хорошо, хорошо. Но мне... По миле с Божьей, я мог попасть и в том движении несколько. То есть я был... И в... Не были там мои друзья, не регистрируем их. В церквях не регистрировали в церкви. В регистрировании... Не просто так друзья. Мы общались, чай пили. Поэтому я знал учения. Запрещали конкретно, запрещали. И их интердизировали с этим подобным человеком. Я тогда прошу, я вам говорю пример, когда, допустим, муж и жена, и муж отлучили церкви. Допустим. И что будет. Я, в этом плане, придерживаюсь, что на самом деле, именно то, что касается жизни церкви, именно духовной общения, ему там ничего делать. Ну, вы видели его, ну, на вашем бизнесе, работайте, пожалуйста. Ну... И продолжать молиться за него. И, чужие, я думаю, что в этот момент, если человек был искомлен, если вы ее увидите, вы можете поговорить с ним, но не запомнить о том, что происходит скромное коллективе и что происходит у него. Если вы есть твое, то вы еще не закрылись. Как там церковь, вы еще не закрылись? И мы задалиcroто. И вы задали крик, он не остановит? Это ты еще не забываешь? А что он не будет сходить? И что у него нет? И что у него будет сходить? внимательно, надо быть внимательным. Эта тема находится в 18 главе. Начало этой главы говорят о том, как приходят эти, называется, искушения, горы того через который приходит, как слово, я забыла, назовем искушение. Соблазни, там слово соблазни, да, да. И после этого Иисус говорит притч о потерявшей овце. И после этого Иисус говорит о проведении о перспективе. То есть когда у пастуха есть 100, один потерялся, пропал, и пастух оставляет 99 и идет следом за тем, который пропал. И вот мы говорим о берге, который у него 100 пребивей и который потерялся, и он будет сохраняться, и он будет вернуться на пребиве, и он будет перенес. После этого идет речь об этом. И после этого идет речь, когда один человек был очень много, его простили, а потом выходит тот, кто его должен меньше, и он начинает его душить. И после этого, Иисус говорит о проявлении одной человеку, который был больше, чем ему. И после этого, он исполнился, но другой, который был более маленький, он не исполнился. Почему мы говорим это все? Мы понимаем, что это такое место, что целый Бог, который хочет найти этого человека. И если я вам показываю все это, это просто показать вам, что Бог в этом месте, чтобы выяснить, что он решает о себе, и если человек с грехом, он не пешит против тебя. Если человек с грехом против тебя, и ты не говорила, и он осознала, и в этот момент, ты должен был простили, и даже ни с ума не пешком. Почему? Почему? Потому что в конце, когда говоришь, там он приводит притчу о том человеку, который был должен много, ему сказали «я прощаю», а он потом начал, то есть другие слова, «если Бог тебя прощает много, что ты совершаешь, какое право ты не имешь прощать брата твоего, который ты обличил в грехах». Вот так надо рассматривать учения. Вот так надо рассматривать учения. И не просто учитывая, что ты строишь, как ты доводил и выводил. И не просто учитывая, что ты не смеешь, если ты не смеешь, если человек не спрашивает, что ты не должен не исправить. Теперь вопрос. У нас 100 бребет. И пастук оставил 2079. Идиот задним. Идиот задним. Память одно. Память одно. Когда пастук нашел, это Афтсу? Когда пастук нашел, это Афтсу не брикалас. И эта бребет не была в порядке. Она не была в порядке. Она не была в порядке. Она позволила, что пастук мог его взят. Она позволила, что пастук не брать. Вот так мы должны понять. Пастук олезедь, Афтсу, 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 и Афтсабадаый, и фурс не хочет, и не хочет, не хочет. Но не будет не л calledи, сто дней. Это афтсу, он не будет. Он не будет. Они будут. Афтсу не брать. Афтсу не брать. Это пусту не брать. Он показал, что в его прежние прежние. Ты человеку обличил, он ни в какую, вдвоем, ни в какую, там, четвером, ни в какую, церковь, ему все равно, какая мне разница, церковь, что это папа, это что, извините, при чем церковь, церковь, это что, я подчиняю церковь, что ли, и так далее, мне церковь все равно. И эта пирсиум сказала себе. И они заявляли на все,andom напомнести на что-то. Он не сказал, что он не сказал. Он не сказал. Иуда. Он оставил. Иисус давал ему много шансов. Но когда он не смог воспользоваться. Это его решение. Это его решение. Так что я буду преследить. И эти шансы будут вступать. Мы должны понимать 13 Библии. Мы должны понимать, что Библия говорит. Мы должны понимать в мире. В чем она говорит. Это вещь, которая нам помогает. И сегодня. И завтра. И завтра. Это что я хочу вам объяснять. Это что я хочу вам объяснать. Это что мы будем потом. Амен. Амен. Вот почему. Пастур идет оставляет. Он идет со стороны заботы. Он идет со стороны сострадания. чтобы его вернуть. Амин. Поэтому если ты где-то застрял, и когда к тебе приходят, это с целью сострадания, чтобы ты мог вернуться. Поэтому эта история положена как раз между этой притчей и потом дальше притч о прошеде. И другая сторона, какая-то проблема, ты согласен на Библию. Какая-то ситуация. Если братья твои, потом сказал, дайя сознание, прости меня, то у тебя нет выбора, потому что ты совершаешь больше перед Богом, чем он перед тобой совершил. Другими словами. И это значит, что если Господь позволяет эту историю, это значит, что ни в чем пеши что твоя брата умерла, если он просит тебя, ты должен его pardonить, потому что ты пешешь больше перед Богом и по отношению к твоему брату. Аминь! Аминь! Важно Что важно Вы сказали, что это очень важно Потому что это не каждый день проповедует Вы сказали, что это не важно Но я хочу поговорить о этом Потому что это не каждый день Я не сказал Возможно, вы даже не слышали Но это в Библии Идите в интернете Ищите Церковная дисциплина Ищите в церковной дисциплине Если пастор, пресвитер, он тоже брат, или он тоже сестра, подходи к нему, один на один. Если не получается, тогда когда речь идет о пасторе, в этой ситуации не нужно приобрести пастору. В этом случае, в этом случае не может приобрести пастор. Мы говорим о пасторах, которые посмотрели. Они могут подтвердить. И они уже, и они уже, когда они там, и они это обсуждают, и в этом случае, они будут говорить о том, что Павел писал, как Тимофей, если будет жалоб на пресвитера, то только предвык свидетелям. Почему? Как-то, как у людей в церкви, так, у пресвитеров как бы так. Для того, чтобы люди в Львове и для служителей, это другая способность. Когда вы смотрите этот главный путь, мы говорим сначала о обязанностях, в основном, что он должен говорить не парочным. Он должен говорить не парочным. Один из них – не парочным. И в церкви, иногда пастор проповедует. Кто-то может принять это к себе, кто-то не к себе и так далее. И просто потому, что мне вот это, ты сказал, это против меня, или там то-то-то, или там, мне кажется, что пастор курит, я не знаю, что угодно, или там, он там… Но, почему пастор – это не парочный путь? Он его сканерет каждый день. И в результате, что пастор – это не парочный путь, это не парочный путь, но он его сканер все время. по Писанию, или он живет в грехах, тогда это первостепенные задачи, которые решаются. Если не так, то ты должен найти свидетельств, людей, которые не просто мне показалось, мне кажется, это у тебя факт есть, или это просто твои умозаключенные доводы, и у тебя факт есть. В этом случае, если мы обранилили Пасе, это на вопрос о первом уровне вы должны найти свидетельствах , которые видели эти факты и вы можете иметь это. Если это человек, если Пасе говорил, что это, если Пасе говорил, что это, он спросил, и это родители, и Папо Тимоте говорит, что это им нужно выпить над всеми, И для своих жителей есть меры. При всех, обличай их. В той ситуации, которую мы читали, если он покажет себя между собой, ты перевернул брата, забыл об этом. И в ситуации, когда мы говорим, если человек не обрет, если человек не обрет, ты оставил его, потому что ты потерял его. Ты видишь? Это ответственность, которую имеют пастор и служитель. Это значит, что это ответственность, которые имеют пастор и служитель. Аминь. 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 Поэтому, если у тебя к брату, к сестре, к пастору, есть методология, как эти вопросы, они решаются. И не думайте, нам это никогда не будет. Это будет. Потому что это тело Христа. Мы люди. Аминь. Вот почему. Это значит, что если у тебя есть пастор или фрэй, или сэр, то есть методология Библии, которую нужно следить. Не pense, что это не будет нам прийти, что это будет нам прийти. Аминь. Это будут приходить к мы людям, поэтому ничего такого. Просто нам нужно знать, как правильно к этому вопросу относиться. Мы хотим просто узнать, как правильно к этому вопросу относиться. И есть так, что второстепенно. Есть еще вопросы, которые я сейчас буду говорить. Которые я сейчас буду говорить. Это вопросы, которые не касаются учения. Это не касаются греки. Как мы называем, что пастор грешит. Кто-то служитель грешит. Она не касается таких вопросов. Есть вопросы, которые не относятся к тому, что пастор или посетитель, или конкретный пастор. Я расскажу вам несколько того, что я для себя взял, чтобы немножко эту тему я сокращаю. Это все я не скажу, это все час, я убираю. Я буду вытаскивать, что я рисую у меня, эту часть я буду вытаскивать, но я буду вытаскивать, что я рисую у вас сейчас. Иногда второстепенные моменты возникают, по какой причине? Иногда вопрос о 2-м уровне, что это значит? Иногда это происходит по поводу того, что они являются в том, что они являются в том, что они являются в том, что каждый из них облечает, каждый грешит, облечает свою эпоху. И все это было сказано в книге Jacob, и что каждый из нас был пытался почитать за то, что он относится. Я возьму примеры, что могут появляться конфликта на втором уровне. Когда есть люди, которые получают влияние на других людей. Когда есть люди, они пытаются влияние за то, что больше людей. Когда есть люди, которые будут влияние на другую тельцуON. И когда есть люди, то оказыване, что они находятся insecurity тем. или когда люди у них нет реальных потребностей. Как мы говорим, есть нормальные потребностей, как я уже говорил здесь. Я думаю, что Господь нас защищает. Если я говорю, что если ты меня держа за 6-11 лет, это не значит. Или изменения в церкви. Или изменения в церкви. Различные стадии в церкви. Дополнительные этапы в эволюции в церкви. Или выполнение каких-то церковных программ. Или реализация каких-то программ в церкви. Или когда вы говорите, что ты будешь этим заниматься, ты будешь этим, ты будешь этим. Или когда мы делегу, делегу, делегу к различным службам в церкви. Здесь появляются второе степень. Иногда есть вопросы, которые появятся в церкви. Конфлик и различия. Конфлик и различия. Это очень важно. Они появляются между людьми на почве различных предпочтений. Особенно в сфере службы. Особенно в сфере службы. Они говорят, что они не могут быть. И они не могут быть. Они могут быть. Они могут быть. Пол и Варнава Пол любит людей которые, когда они говорят, они реагируют. И Варнава получила большая шанс. Они говорили, хорошо, это не то, что мы будем делать. И Варнава получила шанс, потому что он был больше пациент. Он получил шанс. И Варнава получила шанс. И Варнава получила шанс, и они были. И варнава получила шанс, и они были. И они были. Или они были. Или они были. Или они были. И я говорю, они были. Иисус Христос написал на этом, он строил чудеса. В Некатуре Гарадак, особенно в Виво, Радникрая, они смогут все зилет. Почему? Фамильярность. Он говорит, что Иисус, в многих городах, в больших городах, но в странах он не был. Почему? Это была фамильярность. Некатуре Гарадак. Фамильярность. То есть, когда служитель относится, это ничего страшного, мой друг мой, это фамильярность. И что мы называем это фамильярность? Когда мы говорим с пользователем, это мой друг, это кто-то я знаю, мы вместе, это фамильярность. Это может быть причиной проблемы, потому что когда это служитель, у тебя есть фамильярность, когда он тебе делает замечание, ты замечаешь фамильярность. И когда у тебя фамильярность и у тебя фамильярность, ты вас разобрал, и ты разобрал, и он меня подошел. И так же страна малодичь, когда у малодичь нет понимания старшинства или слушания старшей, или просто уважения к старшим церкви даже. Аминь. Аминь. По поводу предпочтений, допустим, хорошо, допустим, возьмем, допустим, Вадим нравится черная гитара, для меня, допустим, нравится красная гитара. По поводу префérences, par exemple, Вадим, il aime la гитара qui est noire, et moi, j'aime celle qui est rouge. От этого, извините, Царство Божье страдает. Est-ce que le royaume de Dieu va souffrir pour cela? Но они могут возникнуть большие проблемы. Il peut y avoir beaucoup de problèmes par rapport à cela. Vous понимаете, какую гитару у нас на scène будет? Красная, зеленая или желтая? Preniez, quelle гитару vous allez avoir sur la scène? Est-ce que rouge, vert, jaune? Эти вопросы, они могут возникнуть. Но оно, оно второстепенное, оно к учению, никого не изменяет. Извините, братья и сестры, какая разница, какой там цвет будет этой гитары? Ce sont des questions de deuxième niveau, ils n'ont rien à voir avec l'enseignement. C'est quoi la différence? Quelle couleur on va avoir de гитару? Люди могут взять этот вопрос, поднять прямо на уровне первого. Et les personnes qui ont prend ce genre de questions, les amener au premier niveau. И вся церковь будет страдать, потому что не тот цвет гитары взяли. Et toute l'Église va souffrir parce que ce n'est pas la bonne couleur de la гитару qu'on a prise. Amen. Amen. Различные сложности в жизни людей. Дifférentes difficultés dans la vie des personnes. То есть проблема в личной жизни человека, он, это проблема, это ситуация, его личная жизнь, он приносит, она проектирует это в церковь, в служение. Et les problèmes que les personnes ont ont, les problèmes dans sa vie personnelle et les projets à l'Église qui deviennent des problèmes au niveau de l'Église. То есть это его, ну, как сказать, это личное, понимаете, мы церковь, да, понятно, но у нас есть личная жизнь, то есть есть мои личные проблемы, как я человек. Они могут быть, но если я эти проблемы каким-то образом начинаю их сюда приносить, я не говорю о том, чтобы молиться, поймите, неправильно, я просто говорю, что я начинаю завязывать людей этими проблемами. Это неправильно. Это не правильное. Это может быть как я вижу, но люди все не обязаны брать такого подхода. То, что есть ученик, я стою твердо за это. То, что с учением, я стою очень твердо. Все остальное мы можем менять, нет разницы. Это может быть и есть другое, но не есть другое. Есть определенные стереотипы, которые имелись до уверования у человека. И они приходят в церковь. А лидер, женщина, какое-то служение. Ему сложно. Понимаете, ему сложно, потому что его стереотипы из того, что он принес их в церковь. Есть люди, которые не воспринимают другой расы. И есть другие люди, которые не не знают другой расы. То есть Юный стереотип. Это другой расы. За другую расы для них Representят несколько повлицев. Нет, потому что он нельзя держать. Это очень сложно, чтобы пастер стоят куда-то на коже. Но для него это圍 patent как жить societ. Они очень часто в Америке, вы заметите, иногда, церковь Пасер Чорни, там, 95 процентов. Как вы увидите, что в Америке, что Пасер, чужие девяносто девять. И все возможные пасер девять. Конечно, там есть вопрос иногда темперамента, служение, культура. Понятно. Но иногда, люди просто не могут использовать другого. То есть, тут сложно увидеть. Но иногда, просто человек не может, ему сложно. И, конечно, есть вопросы о температуре, о том, что мы не можем не recevoir. Но если мы говорим о людях, которые не могут быть открыты к другим рациям. Аминь. Это тоже возникает. И этот genre de проблемы тоже. Как я говорил в прошлый раз. Как я говорил в прошлом. В детском судьбе, мы хотим иметь одну группу, только одна группа. Все возрастают вместе. Пусть радуются. Это второсипедный момент. Это не первосипедный вопрос. И, как церковь, нам нужно быть внимательным. Когда такие вопросы возникают. Иногда, они могут принести даже к разрушению церкви. Почему? Потому что есть то, что называется люди демократии или же гуманизм. А церковь это теокрация, это не демокрация. Но речь не говорит о том, что человек не может ничего говорить. Человек может говорить, это нормально. И если речь идет о том, как покрасить? Если я не умею. Ну, какой раз я пасил ли Пророк? Ну, если я не умею. Ну, что я там буду лист? Есть люди, которые имеют большую способность. Пожалуйста, решайте эти вопросы. Аминь. Поэтому, в прошлый раз я читал мистер Писания, что к свободе мы призваны. Но смотрите, лишь бы эта свободе не было поводом к угождению и плоти. Это Галатам 5, 13-13. Слушайте, почему? Читаю. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не было поводом к угождению и плоти. И я читал Галатам 5, 13-13. Он говорит, братья, вы были приглашены на свободе. Только не делайте от этой свободы и претензии, чтобы жить на свободе. Но вернусь к друг другу. Стих 15. Я читаю, слушайте. Если вы, если вы друг друга угрызаете, и вы вымортизаете, и вы вымортизаете, и вы вымортизаете, чтобы вы не были из-за их друг другу. Принесу, что вы не вымортизаете друг другу. Это о том, что мы говорим. Он говорит, что здесь это укаженные и плоти. И потому что здесь, это укаженные и плоти. И укаженные и плоти. Ты готов�도 даже здесь друг друга. И здесь, для того, что это за сезон, что ты это за сезон, и вы вымортизаете друг другу. Смотрите, здесь. Здесь. Диевол не нужен. Он не нужен. Амин? Амин? Мы читаем здесь, не диевол, здесь. Вы друг другу сидите. То есть, диевол. Есть момент. И когда в церкви проблемы, Здесь мы не говорим о джаке, мы говорим о брате, который ты вырубор, но у меня есть проблемы, не говорим о джаке. Здесь мы говорим о джаке, и я, с вами, с другими, мы будем сестьём. И мы будем сесть в джаке. И в джаке нет ни сих, потому что вы вырубите между собой. Почему? Потому что я плот, потому что есть с любовью. Это любовь, это любовь. Это легкая свобода. Свобода, согласно свободе, это в рамках как Писание всегда. Любая свобода, которая есть, если она не имеет рамки, это будет анархия через время. Любая свобода, если где-нибудь нет, начертание, какие-то предели, через время это будет просто беспредел. И наша свобода, как верующие, это во Христе Иисусе, согласно слову, согласно учению. Наша свобода ограничивается учением. Она ограничивается словом. Она в рамках как учение Христово. Она в рамках как учение Христово. И первая церковь, она не избегла проблем такого рода. Откройте с вами Диане 6 главу. Диане 6. И мы посмотрим. Я хочу напомнить. Это церковь, где руководители были апостолы. Значит, нет лучшей церкви, чем эта церковь, все руководители апостолы. Однако же, даже при их руководстве, с таким помазанием все, что у них было, возникли проблемы. Читаю. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемые были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвавшие множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставившись Слово Божие, пишись о столах. Итак, братья, выберите из среди ваших семь человек, изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антюхи, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорили веры. Аминь. 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 Итак, написано здесь, «Буила умножение церкви». И я велико кроссумент и Леглис. Смотрите, что люди хотят, это же Рос церкви, это Рос есть. Что люди хотят? Они хотят, что Леглис кроссумент. Здесь мы видим этот кроссумент. Вы знаете, что неудача ведет к своим проблемам, и успех тоже к своим. Вы знаете, когда нет с успехов, это идет к своим проблемам. Но когда у нас есть успех, он также есть проблемы. И у неудач есть свои проблемы. И успех тоже есть проблемы. И у нас есть проблемы в том же, что у вас есть проблемы. Здесь был репорт между евреем и хеленистом. Здесь были бы murmуры между евреем и хеленистом. Эта ситуация здесь. Евреи, это были евреи, которые жили в Палестине, они говорили на армейском, они знали всё. Эллинисты были евреи, которые в основном жили за пределами Палестины, поэтому они в основном говорили на греческом языке. Возможно, они знали, как называется, армейское, но в основном они говорили на греческом языке. И они впитали в себе греческую культуру. Поэтому для настоящих евреев, которые остались в Палестине, те, которые были не настоящими, так скажем, отступники, так скажем. И здесь, мы говорим из евреи, которые бывают в Палестине и говорили армейское, и это хеллинисты, это хеллиники, которые живут на окне, которые были в своей стране, в своей cultureской греческой, которые попали в греческом языке, хотя бы они немного говорили армейское. Но все жители не считывают их не пganoire по-насиям, как людей и пролети ул. Они не говорили о арамее. Проблема здесь возникла не изjoчения. Проблема здесь возникло не потому, что апостолы сагрячили. Проблема здесь возникла потому, что людей есть людей. Аминь. Люди есть люди. Даже при апостолах. Это было сказано, что их в Довиде были пренебрегаемыми. И написано, что 12 апостолов. Проблема возникла. Надо решить. Смотрите. 12 апостолей, созвавшие множество учеников, сказали. Смотрите внимательно. Не церковь выбрала множество, идите к апостолам. Создавая фронт. Апостоли, руководство, выбрали не всю церковь, а из церкви братьев. И после этого, они сказали им. Это не хорошо. Это не хорошо. Мы оставили слово Божие и начнем заботиться в каждом мелочи. Давайте выбрали. Давайте выбрали. Семь человек. Которые будут заниматься этим. Кормлением, развиванием пищи и все остальное. Как вы думаете, развивание пищи, это духовное задание? Как вы думаете, как вы думаете, на директор, это шутер? Это шутер или нет? Это шутер или нет? В том что все остальное. Это шутер или нет? Вот почему мы говорим. Каждый служит в церкви. Люди не понимают. Не понимают. Для того, чтобы решить вопрос. Кто кого кормит, кто кормит, нужно чтобы у человека был Дух Святой. Для решения проблемы, кто нурит, кто, как нурит, il faudrait avoir la direction de l'Espritza. О чем это говорит? О чем мы говорим? Служить в церкви в чем-то не определяется твоим навыком, просто человек, с которыми твоими способностями. Ты должен быть рожден им свыше. Ты должен иметь варительство Духа Святого. Тут написано что? Извините, зачем мне вера? Чтобы пищу на тарелку складывать. Иси, для службы в церкви, это не относительно твоего способностей. Это означает, что ты должен быть вновь, чтобы служить друг другу. Мы не говорим о том, что нужно у человека с собой. В этой церкви написано, качества, которыми должны были обладать те люди, чтобы пищу раздавать. Какие качества? Они не имеют в качества. Иси, для них. Это люди, которые знают слово. Исполнение святого Духа. Это люди, которые стали remplаться от Сима. И мудрости. И сагисть. Дальше. Исполнение веры. Это люди, которые стали remplаться от Сима. Смотрите, столько качества. И нигде здесь не написано, чтобы у него был ДЭП, что он закончил по кулинарной. Здесь не написано, что он должен был диплом, который закончил в кулинарной. Вы понимаете, что он должен иметь диплом, даже если он это имеет, но любое служение, которое человек занимается в церкви. И если, он не говорит, что он должен иметь диплом, но он должен был диплом, что нибудь диплом, что нибудь диплома, должен быть диплом. И это должен быть диплом. И если мы с вами занимаемся, мы делаем, украшением, уборкой, подметаем, все делаем здесь. С детьми нет разницы. Требования к нам, духовные качества. Если мы делаем, мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, то есть у нас есть качества. И мы думаем, что я умею, я умею, я знаю, я буду делать. Ты думаешь, что я умею, я умею, я умею. Я умею. Принято, что мы делаем. Сейчас у нас есть подробный, что я вам educated. Копробное, якобы, я умею прочитал. Это важный. Это важно. Мы учим. Мы должны стремиться к духовным качествам. Мы должны висеться к духовным качествам. Играй ты на гитаре. Я уже гитару, на нашу гитару. Я говорю гитаре. Чтобы не взять другой инструмент, а мне ничего другой. Я уже взял с красным желтым гитарой. Черную гитару, я тебе уже завершу гитару. Ты можешь поливать как ты умеешь. Там все, там все песни на изусте. Ты можешь заниматься духовным качествам. Ты можешь начинать работать в духовном качестве. Потому что Бог хочет им на Бог. Это был один из главных качеств, которые просили. Чтобы они были такие, такие, такие. И нигде не написано, чтобы они имели знание. Как они имели диплом по кулинарии. Не обязательно. И вот почему, в этом месте, мы говорим о качествах они должны быть. И здесь, не было написано, что эта человек должен иметь диплом. И почему семь человек? Почему семь человек? Почему семь? On va dire семь человек. Pourquoi семь? Обычно семь числа совершенства. Parfois, on prend семь. Семь дней в неделю. On prend семь jours в неделю. Ответ простой. La réponse est simple. Просто нужно было семь человек. On avait besoin de семь человек. Аминь. 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 Почему семь? Почему семь человек? Почему семь человек? Pourquoi семь человек? Просто нужно было семь человек. Потому что они должны были семь человек. Другими словами, и другие. Другими словами, церковь. Л'эгриза. Это не предприятие. Это не предприятие. Это не предприятие. Это не предприятие. Потому что в этой церкви было около 20-30 тысяч. И они были помощники, которые помогали им этом. И что тут очень важно? И что тут очень важно? Что мы должны видеть? Очень важно. Что мы должны увидеть? Очень, очень, очень важно. Это очень, очень важно. Смотрите. Regardez. И когда они это сделали, написано, апостолы говорили, «Не хорошо нам оставивши Слово Боже, пиши с асталах». И они сказали, «Не хорошо нам оставивши Слово Боже, и скидки с кем-то. И на ночь. И так, если он хочет, чтобы вести церковь в другую сторону, чтобы уничтожить или уничтожить церковь, он будет легче или нет, если он не может. Он вкладывает, так как мы должны, это нужно, чтобы вести церковь... И только от слова Божьей, основного уволить взгляд. И это значит, что дьявол имеет besoin, что в прошлом, в большинстве, в большинстве, и в большинстве, в большинстве, в основном призвание служителя, оставаться в Малитве и в Слове. В основном предназначение служителя. Аминь. Потому что он знает, если он может увести этого служителя, не от учения, правильное учение, только нет времени вникать сильно в учение, нет времени заниматься большей молитвой. Ты только сегодня ты был к одному, вчера к этому, третьему пошел, после вчера к этому, пришел домой, ты как бы помолился, я уже хоть бы заснул. Где-то всегда? Извини. Где-то его заниматься? Что вы будете заниматься? Где-то срековный отдыхает? Адклавный, который я вам помил, что вы не получаете, у вас нет? И в этом случае, если бы дьявол может откликаться на служителя, в многое деталь, в привязке, в кем-то вы一下, в одной девушке, который у них не имеет время, когда придется в Боге, что вы получите его? Что вы получите его? Мы должны понимать как церковь. В диабре много стратегий. И когда церковь пасе занимается разговаривание, пишет тоже хорошо. Но то, что он не успевает читать, молиться, заниматься, и так, что он не может изучить, не может не пойти в рентгене, и это не так, чтобы вы не понимали. И вы, опять, будете, «Переди, когда вы скажете, он не такой пишет по логе. И вы, опять, будете думать, что мы не получаем good nourтиру спирит. Он должен оставаться в слове, прежде всего. Он должен детьмирая в первую дуру. Амин. И в молитвак. И в лечении. И когда они так делали, и когда они сделали это, какой результат был? Смотрите. И Слово Божи расслал. И Слово Божи расслал. Аминь. И Тисло Учиников, Весма Умнаджалас, а огументе. В Иерусалиме. И Иис, Свеяшеников, и Лесаакрикатор, даже Некатуре они покарили Свери. И д'autres сон рентею на фуа. Аминь. Аминь. О чем эта речь идет? Мы говорим о чем здесь? Церковь, вы должны позаботиться, чтобы пастор не вникал, в каждое окно дует. Там то, там вода не только столько води. Там то. И извините, моя задача принципиальная, это молиться. То есть, как Самуил говорит, я не допущу себе греха, не молиться пред тобой. Для священника, для пастора, служителя, не моление, это грех. Но для пастора, это важно, это не что-то, что-то в детстве, что-то вверх, что-то вверх, что-то вверх, что-то вверх, что-то важно, это вверх, как он сказал, если я не приху не, я пяшу. Самуил. Самуил говорит. Это очень важно. Это грех. Это грех. И если, наоборот, священник должен хранить видение и слово. Если я не храню слово, я храню только мысли. Сука, там у нас води осталось. Сука хлебов. Купили хлеба. Пять хлебов, надо шестой купить с бетончиком. И все. Извините, но когда мне питаться откровениями? И это говорит что-то вверх, дожит у вас срежет. Если он не питается, он просто начинает срежет. Сколько панель он купил, что-то он будет, где-то будет, где-то я буду вверх, вверх. И если он не не ебанит, в Гристе, он будет больше, больше, меньше и меньше. Потому что вы не пырешите. Потому что вы не понимаете какую это пыше. Вы понимаете что это пыше. что это лучшее учение. Я никогда об этом не говорил. И никогда об этом не скажу. Но я служу, как я смогу служить. И стараюсь, чтобы вы кушали хорошо. Стараюсь, чтобы вы кушали хорошо. Аминь. Это моя задача. Молиться за вас прежде всего. Готовить слово для вас. Конечно же, как служитель, я заботюсь за вас. Я пастыр. Я должен подходить. Один пропал, поискать. Но если он бадается, я не буду, я же там не оставлю церковь и стоят возле его дом или возле его, как там называется. Он застрял и стоят. Пока не вернусь, я тоже не вернусь. И если человек не хочет, чтобы мы не могли ее reprendre, я не хочу оставить всю эту еду для того, чтобы она оставилася на стороне своей maison, чтобы они вернутся. Я иду. Я пытаюсь. Пустят. Примут. Если мне позволено, я вернусь. Иисус сказал, наши ученики, нас не приняли. Не принимайте вас. Иисус сказал, что если он не вырос, выросли, мы можем вас принять. Аминь. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Мы должны быть с ним, но с ним нет Бога. Иногда мы становимся. Мы не должны быть с ним, мы не должны быть с ним, как с ним. И нам нужно быть с ним. Мы умеем Бога. Мы добре Бога. Мы шедре Бога. Нет. Партамент. Мы же не можем. Мы быть с ним. Мы шедре Бога. Мы хедре wake. Люба. Он хочет быть с ним. Он хочет быть с ним. Он хочет быть с ним. Это Библия. Это Библия. Вот почему. Они учатся. Они занимаются молитвой. Он хочет иметь себя. Они как пастры. и как пастыр, как бергер, и он также обучается, и он также обучается в церкви, и он также обучается в церкви. Поэтому мы, мы, мы должны иметь одно понимание, мы должны иметь одно понимание. В следующем уровне, будет возникать. Он всегда появится в церкви. Когда этот проблемный период обычно будет возникать в церкви, в первую очередь, это только какой-то политический, это только люди. Они это речительные. И теперь начинают, что люди начинают пицировать, они становятся стеркви. Потому что когда люди рассчитывают, что они будут compte, если их не говорили, они не понимают, они не понимают, что они будут в это. Доброе утро! Субтитры создавал DimaTorzok